Чтобы заниматься сельским хозяйством, сегодня не обязательно уезжать в деревню, в глушь, далеко от областного центра. Своё дело можно организовать и неподалёку от Иваново, например, в Ивановском районе. Кстати, это единственный район в регионе, который предоставляет субсидии своим фермерам и сельхозпроизводителям. Ну, три года где-то назад, да, три года мы начали уже этим заниматься. Сначала землю приобрели, потом ферму потихонечку построили, потом крупнорогатый скот начали приобретать. По неопытности так брали всё, что более-менее подешевле. Потом пришли к выводу, что более-менее подешевле, то и прибыль приносит менее хорошую. Первых коров начинающие фермеры Марина и её супруг покупали срок участников. Ивановский район тогда помог субсидией на приобретение скота и закупку кормов. А в мае этого года подоспел Гранд Федеральный – более 1 миллиона рублей. Купили 10 беременных коров Костромской породы с родословной паспортами. В последние месяцы ферма превратилась в родильный дом. Обыкновенных телят я кормлю 6 литров, этим я даю 8, потому что всё-таки они покрупнее немножко. 8 литров в день чистого молока. То есть вообще желательно до трёх месяцев поддерживать, но в месяц мы начинаем вводить подкормку. Гранд Федеральный – это красавцы, как на подбор. Мальчиков уже забронировали местное хозяйство на племя. Девочки останутся у Марины. Ну это вот чистопородная Костромская порода. То есть они родословны, с хорошим паспортом, с документами. То есть вот этому телёнку месяц. То есть вот месяц и два дня. То есть есть разница. А этой всего уже 4 месяца. В принципе, всё равно видно. Вес набирают быстрее, рост набирают быстрее. То есть как бы племенные намного выгоднее брать. Что мы получили на грант, то есть увеличили поголовье по гранту, оно увеличивает, ну то есть даёт большую существенную прибыль. И развития фермы будет больше, чем вот таких вот покупать у частных лиц всяких мелочей. Конечно, не всё так гладко в фермерском деле, как может показаться на первый взгляд. Ферма Рассохиных находится неподалёку от деревни Стромихина. И несмотря на компактность Ивановского района, провести к участку электричества возможности пока нет. Фермеры планируют устанавливать ветрогенератор. С увеличением стада потребовалась дополнительная земля. Администрация пошла навстречу, территорию увеличили. Теперь её нужно благоустроить, очистить от кустов и мусора. А работников у супруг Рассохиных нет, кроме них самих. Никто не задерживается. Работа грязная, да и коровы чужаков не очень жалуют. Вот и приходится в четыре руки справляться с 21 коровой и 6 телятами. Не знаю, как так получилось. Само пришло. Мы когда строили, даже как-то всё само пришло, всё само потихонечку приходило. Когда, в принципе, наверное, это твоё, оно само приходит. Оно идёт, идёт, идёт к тебе. Если это не твоё, всегда какие-то препятствия. То есть, например, если я пришла в администрацию, мне сразу там пошли навстречу. Ты туда пришла, всё сразу пошли навстречу. Оно как-то идёт. То есть, как-то получается. И плюс ещё в Ивановской области, я бы не сказала, что прям вся эта ячейка занята. То есть, с реализацией тоже проблем нет. Елизавета Терентьева занимается фермерством тоже на пару с супругом. Правда, начали раньше, в 2013. И сейчас поголовье скота у них уже солидное. Их фермерский магазинчик близ Есюнихи знают многие ивановцы. Находится он как раз на территории участка, который администрация предоставила предпринимателям в рамках инвестсоглашения на 10 лет. С каждым годом ферма ширится. Коровы, кролики, птица. Есть свой цех по переработке мяса. При помощи, поддержке нашей администрации, мы получили грант в этом году небольшой. Купили технику, новый пресс-подборщик, косилку роторную и плуг. С помощью этого. Для того, да, оформляем сейчас землю, для того, чтобы нам, да, удешевить себестоимость нашего молока. Кстати, грант на получение сельхозтехники администрации района в этом году предоставлен впервые. А вообще, поддержкой фермеров из собственной казны муниципалитет начал заниматься в 2015-м. За это время объем финансирования увеличился в 2,5 раза. На сегодняшний момент у нас еще не все субсидии предоставлены. Мы ждем получателей. Начиная с октября мы начинаем принимать заявки на субсидирование растеневодства, животноводства и посевные площади закрытого грунта. Финансовая поддержка, пусть и небольшая, приносит свои плоды. Сейчас на территории Ивановского района работают 28 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2 раза больше, чем 3 года назад. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.